Других оппонентов не проигрывает Максиму Ковтуну, но и прыгнуть куда-то в ту первую шестерку, я не думаю, что получилось. 128 баллов за произвольную программу, у него результат практически идентичный тому, что откатал Максим Ковтун, понимаете, да? Двигаемся дальше и на льду Артём Бородулин, тренирующийся теперь вместе с Еленой Чайковской и Владимиром Котиным. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Артём Бородулин. АПЛОДИСМЕНТЫ Не так давно тренировавшись на льду в ЦСКА у Елены Водорезовой. АПЛОДИСМЕНТЫ Затем перешёл к Алексею Четверухину. И затем оба они ушли к Елене Чайковской на каток, на каток, конёк Чайковской. Сейчас вот работают там. По программе начал с тройного акселя, но приземлил его, по-моему, на две ноги. И вдобавок оставил его без выезда. АПЛОДИСМЕНТЫ ФЛИП с тройным тулупом. Лут также оставил без выезда. И к нему приделал двойной тулуп. Но там это может пройти даже как перепрыжка с ойлером. И обиднейшее совершенно падение при заходе на вращение. Что демонстрирует в очередной раз то, что вращение – это тоже очень важный элемент. И заходы на него сложные. Это всё не просто так считается. А именно потому, что они сложные. И они придают высокий уровень вращениям. И на хороших вращениях можно заработать немало баллов. Кем сделал ещё с Альхов? ФЛИП Риттбергер тоже без выезда оставил. Вообще во вращениях у него была неплохая центровка. И делает он их в приличном темпе. Естественно, пройдя школу таких тренеров, как Тарасова и Водорезова, он очень много уделяет внимания тому, чтобы эти вращения достаивать, всегда держивать. Не всегда это получается. Но понятное дело, что он парень с головой и понимает, что здесь к чему. Продолжение следует...